Девушки отдыхают Мне тоже нравится Просто ХБ менее эластичное Че там ерзаешь Нужно максимально напряжься А потом расслабиться А зачем? Чтоб тряпки немного ослабли Ну что, ослабли? Немного Нам нужно постараться Отвязаться друг от друга Я тебе еще поздно говорю Отвяжись от меня Нам нужно подняться Я вас развязать попробую Давайте Как ты себе это представляешь? Зубами Давайте Только аккуратней Смотри, не куси А то ты зубы сегодня не чистил Еще заразу занесешь Лучше дебяйся, ромалы Что ты так делаешь? 太фиксело Опять Вспомен Субтитры подогнал «Симон» Саня, а мы куда идём, а? На юго-восток. А, а зачем? Ну, куда ещё? Конечно, больше же идти некуда, кругом забор. Станица на юго-востоке. Это ты как определил? По солнцу. Солнце там, значит, станица там. Логично. Картина Репина. Печенеги идут в набег на казачью станицу. Ты чё, баран? Ты чё тут куришь? Ты чё страшно, я ж не там. Блин, ты реально баран. Ещё раз увижу, бошку там быстро залейбай. Здорово, хлопец. У тебя там на щете богор спёрли. Не дай бог полыхнёт. Как без Баграта? Ты чё, до смерти придушил? Да нет вроде. Лютый он у меня. Просто сил нет. Чингизит. Скажи, жарко. Развязались. Слушай, я сам не ожидал. Так вышло. Давай все вопросы быстро прорешаем и разойдёмся. Степанова, ты убил? Неа. А кто, дружки твои дурные? Не знаю. Слушай, мне тебя не жалко. Совсем. Диме Степанова жалко. Маришку жену его, Олежку. Ему семь лет было. Я тебя прямо сейчас убить могу. Веришь? Но не буду. Неправильно это будет, не по справедливости. Слушай, от него толку не добьёшься. То ли он убивал, то ли нет. Придётся с Юрой говорить. Сапун сегодня мимо поедет. Сапун проедет? Да пошёл ты. Ответ неверный. Я ж тебе говорил, мне тебя не жалко. Я тебя прямо сейчас запалить или повторить, а? Полыхнёт, мама не горюй, а у тебя вагор тю-тю. Товарищ майор! О! Кажись, оборотни приехали. Вовчик! Вовчик! Вовчик, ты где? Здравия желаю! Эй! Алло, вы че, тут совсем оборзели? Я с тобой разговариваю. Вы че, вообще тут оборзели? Алло, майор, ты кто вообще? Где? Меня по форме никто не узнает. Редко одевают. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Вот, Сань, твои отдалённые родственники, то же друзья теперь. Какие же это родственники, это же цыгане. Ну, а я про что. Эх, красавица. Ай-ай, красавица. Где такую, Сань? Какая разница? Хорошая машина, барон. Эй, Сань! Сань, Сань, Сань! Сань, Сань, Сань! Это плохая машина. Никто не купит. Только я куплю. Пошли. Куда? Скажешь цену, я скажу свою. Пошли. И чай горит. Ага, нас оставит. Кушайте. Кушайте. Я куплю. Если скажешь, как её взял. Забрал. Как забрал? За ним должок был. Вот я машину взял. А он отдал. Ну, я так попросил, что отдал. Боря. Да, Сань. Три нищие деньги. Шестьсот. Нельзя её брать. Сапун не простит. Мангелове. А чё так много, Боря? Берий, я не за машину плачу. Я за радость плачу. У меня ночуются сегодня. Наши из города ехали. Видели, менты трассу перекрыли. Ловят кого-то. И вас? Всё может быть. Его это дела, не сомневайся. Мальчика убить. Женщину убить. Сапун такое может. У него бригада была. Человек сорок. Отмороженные совсем. Всех валили. Ментов валили. Всех. Никого не боялись. Он братом его убил. Брата? В 92-м. И так тогда половину Приморска держали. Траву продавали. Хорошо ожили. Сапун тогда слабый был. А Ваня сильный. Ваня мой брат. Старший. Он вору был. А я ладший был. Потом сапун поднялся. Сказал, уходите. Как уходить? Почему уходите? Ваня к ворам пошел. Воры сказали, пусть Ваня работает. Сапуну тоже сказали. А ночью... Они накинулись. У нас восемь домов было хороших. Пять сожгли. Постреляли много. Детишек даже. Десять человек пострелили. Я своих сюда перевез. Дома купили. Деньги были. Крутимся помаленьку. А Сапун... Большой... Человек. Хлеб его. Город его. Наркота его. Твой друг... Он мент был? Мент. Ты тоже мент. Тоже? Я ментам не помогаю. Цыгане ментам не помогают. А я помощи не прошу. Только знаешь бару... Я сейчас не мент. Не мент? Как это? А кто ж? Да я пока сам не знаю. Красота? Может, не стоит? Да. Привыкай жить широко. Боря сказал, в палаццо. Значит, нам сюда. Тем более, что Сапун нас в своей гостинице искать точно не будет. Итак, выборы в краевое законодательное собрание переходят в заключительную фазу. Кандидаты активно встречаются с электоратом и знакомят избирателей с предвыборными кампаниями. Нынешняя предвыборная кампания отличается высоким уровнем... Ты чё там, утоп, что ли? Всё, ванны садом! Развёл тут крымское ганство. О, слушай. А тебе идёт. Натуральный туркмен Баши. Александр Сергеевич, там джакузи, только я не понял, как ей пользоваться. Я включил она как даст. Ой. Надо ж было вод сначала набрать. Это чтение Бахчисарайских фонтанов. Пойду поплаваю. Человек, в честь которого мы все сегодня здесь собрались, обладает всеми перечисленными качествами. Сегодня наш дорогой земляк Юрий Николаевич Сапун проводит встречу с избирателями. Пообщаться с кандидатом в депутаты, а также задать все интересующие вопросы можно будет в Доме культуры Рыбник. Начало встречи в 14.00. А пока же… Интересное кино. Заплыв отменяется. Пойду и пройдусь. Опасно в город. Наши службы, Саня, и опасно, и трудно. Пожирай, что-нибудь купи и в номер закажи. Ты только это, конин не бери, зубы уже не те. Пожалуйста. Тихо— Ребята. А что ты такой пугливый? Заснул случайно. О, гляди, очки все купил. Так они же женские. Что, серьезно? Да. Ну, примерь. Тебе идут. И вон в пакете посмотри. Че там? Это женское. Это женское все. И вот это. Я не буду это одевать. Да ладно, Сань, ну че ты, помиряй. Да не буду. Че ты кочевряжешься, на нормальный парикет, ну посмотри. Че, он голубой, что ли, какой-то? Ты думаешь, в золотой арте не было? Каких устроили тут шоу трансвеститов? Саня, каких трансвеститов? Это оперативное задание. А ты кочевряжешься. Саня, это приказ? Ни за что. Здрасте. Здрасте. Переминжуйся ты. Мое почтение. Шикарный муж. Переминжуйся. Дамы и господа. Друзья, друзья, сегодня в этом светлом просторном зале мы рады приветствовать нашего кандидата в депутаты и преподнести ему этот хлеб-соль земли нашей. Представляю вам Юрий Николаевич Сапун. Люба, братцы! Люба! Люба, братцы, жить! Нашим атаманам не приходится тушить! Да, именно атаманам, меценатам и просто хорошим человекам! А сейчас, дамы и господа, вы можете задавать свои вопросы. Господа журналисты, прошу. Господин Сапун, а это правда, что в середине девяностых вас звали Юра Бульдозер? И что в те времена вы возглавляли организованную преступную группировку Гуляй Романовская? Да, я действительно сам родом с Гуляй Романовки и сейчас там живу. Красивая станица, богатая. А про Бульдозер, ну мало ли у кого какие прозвища были в молодости. Ну меня так звали. Ну а что такое? Здоровый был, борьбой занимался. Ну и ребята вокруг меня крутились. Друзья, тоже хлопцы, все спортивные, тренировались, работали. А преступной группировки никакой не было. То есть вы опровергаете многочисленные публикации в интернете о вашем криминальном прошлом? Конечно опровергаю. Простите, а вы кто? Из какого издания? Женя Колесникова, Московский телеканал, столица и регионы. Раз, раз. Здрасте. Привет. Привет. Я хотел поблагодарить господина Сапуна от лица всех сексуальных меньшинств города Приморска. Поблагодарить за поддержку моральную, и физическую, и финансовую. Ну вы поняли, о чем мы говорим. Вот. Поблагодарить и сказать, что если мы выберем депутата господина Сапуна, то мы проведем первый гей-парад в Приморске! У-у-у! 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 Ура! Про товарищи! Не доскорить! Не доскорить! Подин' деб賢 usar! Подин' дебо! Тебя!уб Sunday, пламотник! Ура! Спокойка! М Otch! Ура! 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 Мотка! Ура! О-па! Коллеги! О, бегут! Ну, прыгайте, мальчики! Ты, голубой, плохой, что ли? Ну, вы нашли, где про свою ориентацию рассказывать. У казаков с этим делом мы ге-гей. Да я не гей! Да ладно тебе, Сань, есть гей-славяне, а ты гей-татарин. Товарищ майор, я не гей и не татарин. Товарищ майор, интересные вы ребята. Ну да, особенно в Прохфель. Слушайте, а давайте дружить. У вас своя информация, я тоже кое-что знаю. Мы можем быть друг другу полезными. Не получится. Почему? Во-первых, я с девушками не дружу. Либо любовь, либо до свидания. Но любовь у меня сейчас ни времени, ни... Извините, здоровья нет. Поэтому... До свидания. Точно. А во-вторых... А во-вторых, милая барышня, мы не совсем те, за кого вы нас принимаете. В смысле? Но вы же из милиции или из прокуратуры? Откуда? Мы самозванцы. Два буратино, которым со всех сторон край. И со стороны известного вам юра-бульдозера, и со стороны родных органов. Поэтому дружить с нами. Здоровья не беречь. Бадмаев Джан, ну что расселся? Ну что, пошли. До свидания. А я, между прочим, вас от смерти спасла. Кстати, у меня сегодня интервью с Сапуном. Не хотите поучаствовать, товарищ майор? Ну, видишь, как здорово. И во сколько ты с ним встречаешься? А не ваше дело. Предположим, часов в семь. А что? Привет бульдозеру. Береги себя. Пошли, пошли, пошли. Все это не так просто, как кажется на первый взгляд. И потом, Женечка, что это за постановка вопроса? Криминальное прошлое. Да если за криминальное прошлое копнуть, то у любого из наших туши свет. Вы же в прессе работаете. Сами знаете, время такое было. Надо было подниматься. Ну, соответственно, бизнес приходилось защищать от всех. В том числе и от оборотней всех мастей. Первоначальное накопление капитала. Вы же знаете. Ну ладно, первоначальное накопление. А сейчас? А что сейчас? Работаю, как трактор. Бульдозер. Опять вы. Ну, мало ли у кого какие клички были в молодости. Ну, так меня звали. Женечка, давайте я вам человека дам. Он вам все расскажет лучше. Все как есть. А я отблагодарю. У нас, если с нами по-людски, мы хорошего не забываем. А я плохое помню. Такой сволочной характер, самому противно. Здрасте. 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 Что-нибудь желаете? Нет, спасибо, есть не хочется. Ступай, дорогой. Юр, ты чё не звонишь? Забыл, что ли? Ох, Юр, гляди, доиграешься. Не дай бог я забуду, зачем сюда приехал. И тобой вплотную займусь. Мало не покажется. Ну, а теперь рекламная пауза. Пойдем, Юра. Стоять, стоять, бультерьеры. Башку прострелю. Мелкие руки умери. Пугни шиал из капота. Пойдем, Юра. Задний ход. Юра, это последнее китайское предупреждение. У меня нервы нерезиновые. КОНЕЦ 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 О, о, какие люди в Голливуде. Саня, запрыгивай. Опять я вас спасаю. Поехали, поехали. Да вроде как я тебе говорил. Сейчас. Какая-то чебанка. Ты сам-то где? Хорошо. Слушайте, ребят, вы, конечно, очень веселые, но я вас катать не нанималась. Поэтому либо рассказывайте. Либо. Ну, либо. До свидания. Вон там, притормози. Спасибо, что приехал. В городе был. Что хотел? Борь, ты говорил, что Сапун у вас тут по наркоте главный. Расскажешь, что к чему? Так откуда вы? Из Москвы. Ну, это я поняла. Московский уголовный розыск. Меня Сангаджи зовут. Меня Женя. Очень приятно. А его? А его Александр Сергеевич. Пушкин, что ли? Нет. Панкратов. Здесь вход. Здесь рабочие. Тут забор. Можно по-тихому подойти. Охрана серьезная? На входе пацаны стоят. Внутри человек пять. Но это вечером, когда дискотека. Дурь где держат? Толкают в баре. А где держат, без понятия. Знаю, фасуют на месте. Совсем страх потеряли. Какой страх? Я же сказал, менты знают. А ты что задумал? Да есть тут мыслишки. Ну, теперь рассказывайте. Что, прям здесь? Женечка, давайте в другой раз, а? А то нам еще жилье искать. Так вам что, и жить даже негде? Негде. Картошечка горяченькая, ребята. Осторожненько. Сейчас будем кушать. Берите. Ой, девочки, ну куда еще? Ничего, ешьте. Вот сейчас синенький открыла. Сама крутила. А? Да, нереально. Атош, ешьте, ешьте. Берите, берите. Давай тарелку. А то кручу, а есть некому. Вот, Женька, когда приедет, тетку проверит, так ест, а так некому. Вы такого еще не ели. Я сама крутила. Женя, а вы из Приморска? Я, да, из Приморска. Ну, поступила на жирфак, закончила, потом зацепилась. Родителей перевезла, а вот тетя Инна никак не хочет. Да на чертах не та Москва. Ладно, ешьте. А я пойду постель постелю в разных комнатах. Ну ладно. Что? Ну, рассказывайте. Да тут, Жень, ничего веселого. Да, я слышала об этом в новостях, но как-то не связывала это с Сапуном. А мальчику сколько лет было? Семь. Так, значит, вас сюда никто не присылал. Скорее наоборот. Я не исключаю, что мы уже в розыске. Надо об этом напечатать. Это будет бомба. Не будет. Никто вашу бомбу не напечатает. Ну, что-то же нужно делать. В конце концов, есть интернет. В смысле? Ну, все материалы мы можем выложить в интернет. Какие материалы? Наши с Сашкой рожей? Сморило парня. Нет никаких материалов. Женечка, а можно я завтра вашу камеру одолжу? А зачем? Ну, так. Приснимать что-нибудь. Меня с собой возьмете? Вас? Угу. Нет. Ну, тогда и камеру не получите. Жень. Жень. Ну, пожалуйста. Ты за что бабки получаешь? Поднял свое тело и пошел договариваться. Ты меня хорошо слушаешь? Товарищ мой! И это должно произойти в ближайшие 60 минут. Ты меня очень хорошо понял. И вот и все. Повести секунду. В чем дело, граждане пассажиры? Милые, проходите, не задерживайтесь, не пачкайте пол, не музей здесь, туалет направо. Так вот, ты меня хорошо понял. Для особо одаренных, повторяю, нет, это ты меня послушай. И я тебе хочу напомнить, кем ты раньше был и кем я тебя сделал. Я жду тебя здесь, через 60. Пошли. Ты что, себе позволяешь? Куда пойдем? В туалет. Ну, а где наркотики храним? Какие наркотики? Ну что вы! Ну какие, твердые, жидкие, прыжкообразные. Слушай, тебе лучше знать. Никаких у нас нет. Извините, вы вообще представляете, чей это такой? Ребят, вы что, больные что ли? Мы, на всю голову! Открывай. Открывай! Я открываю, как сказали. Вот, не подходит. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, не подходит. Сейчас, сейчас, открываю. Не подходит. Слушай, ты меня выведешь? А я же говорю, что я этим не занимаюсь. У меня этого нет. Ну что вы! Так, Саня, посмотри за ним. Не знаю. Ничего не знаю, честное слово. Ребят, я этим не занимаюсь. Так, что тут у нас? Дверь хорошая, замок голимый. Чем бы его. Женечка, у вас есть заколка? Да. Ребят, я к этому не имею никакого отношения. Что же такое? Знаете, тут такое творится. Я понятия не имею, что там за дверью. Есть. Хм. Извините. Разрешите. Вот, это наша. А где? Нету, нету. А вот здесь. Я вам сейчас все покажу. Оп, пожалуйста, проходите, проходите. Пожалуйста, пожалуйста, все, все. Милостей прошу, прошу. Тик, 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 тик. Опа. Нету, нету. Щас, 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 щас. Опа. А вот так, 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 так. А вы что? А вот сумочка. Вот сумочка. Извините, извините, щас, 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 опа! Парш снимай. Как вам это нравится? А, подлецы, подлецы! Извините. О, привет. Это всё? Всё. Но, правда, когда заканчивается, с завода подвозят. С какого завода? Ну, с этого самого. С какого завода? С какого завода? С какого завода? С какого завода? Не знаю. С какого завода? Не знаю. А, чёрт с тобой, потом расскажешь. Пошли. На, чёрт с тобой. Всё, всё, всё здесь. Не-не-не. Поджог это, однозначно. Выгорело только подсобного. А остальное спасаем. Юрий Николаевич, вот такое. Пойдёмте. Начальник, обманщик, жадный, проклятый. Не заплативший денег, зажавший зарплату. Несчастье тебе, бед, разрухи да горя. Присух твоему бизнесу, дефолт твоей конторе. Позор тебе, сволочь, гадина, жадина. Желаю, чтоб твой логотип оказался краденым. Желаю, чтоб твой слоган использовался кем-то. В коньяк тебе мочи, в кокаин тебе цемента. Типун на язык, гербис на лоб, штаны геморроя. Желаю, чтоб тебе аренду подняли втрое. Желаю, чтоб тебе откаты не катились обратно. Чтоб тебя секретарша заразила, чем непонятно. Желаю, чтоб твои вклады вернулись в потерю. Желаю, спецназ в масках тебе в бухгалтерию. Чтобы твоя баба к массажисту переехала. Желаю, чтоб тебе в бампер пол трамвая въехала. Желаю, чтоб инвесторы денег назад потребовали. Желаю, чтоб клиенты судиться с тобой бегали. Чтоб в твоем кабинете выла сигнализация. Желаю, чтоб водоканал перекрыл канализацию. Чтобы пожарник песка навалил в приемной. Желаю, чтоб электрик штраф выписал огромный. Желаю, чтоб санинспекция офиса печатала. Желаю, чтоб все твои счета заморозили падла. Чтоб твоему заместителю испугаться и уволиться. Чтобы тебе в сауне с авторитетами поссориться. Чтобы на тебя патриархия с визгом наехала. Чтобы налоговая просила взяток, а денег таких не было. Я желаю, чтобы тобой ФСБ интересовалась аккуратно. Чтоб за тобой наружка велась и всем это было понятно. Желаю, чтоб менты у тебя даже денег не брали. Желаю, чтоб твой юрист скрывался в Сенегале. Чтобы тебе повестки из военкоманда вдруг прибыли. Чтоб в новостях сообщили про твои гигантские прибыли. Желаю, чтоб у тебя сахар в моче повысился. Чтобы ты в розыске по России и СНГ числился. Желаю, чтоб ты на сто килограмм поправился. Чтоб ты правозащитникам и блогерам нравился. Чтобы на тебя ордер три года как выписали. Желаю, чтоб тебя даже на Кипр не выпустили. Чтобы твой мобильник прослушивали сразу трое. И в штаны тебе напоминаю еще раз геморроя. Желаю, чтоб ты с балкона бросился да не разбился. Чтоб к тебе следователь попался грубо и матерился. Желаю, чтоб твою фирму растащили депутаты. И чтоб ты наконец понял все из-за той несчастной зарплаты. Желаю, чтоб в твоей камере были одни гомики. Ты черное пятно в белоснежных просторах российской экономики. Субтитры сделал DimaTorzok